Не секрет, что пенсионное будущее гражданина во многом зависит от действий работодателя. Это, по нашему мнению, касается как исполнения страхователем установленных законодательством обязанностей по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и предоставлению сведений индивидуального персинитированного учета на застрахованных лиц в территориальные органы Пенсионного фонда России, так и оказания содействия в оформлении пакета документов, необходимых для назначения пенсии. В этой связи фондом осуществляется работа по организации электронного взаимодействия территориальных органов Пенсионного фонда России с работодателями по предоставлению на граждан, стоящих с ними в трудовых отношениях, документов для назначения пенсии. О взаимодействии Пенсионного фонда России с организациями, учреждениями по улучшению и упрощению при выходе граждан на пенсию рассказал заместитель и руководителя Пенсионного фонда Хасавертовского района Мусаим Пашаевич через Биев. Пенсионный фонд, вообще в работу Пенсионного фонда, помимо своего приема граждан, входит еще в взаимодействие с организациями. Это не только принятие отчета от них, чтобы зафиксировали в данных взаимодействиях их взносы, а еще, как мои коллеги говорят, упредительная работа. Что это означает? Все организации на сегодняшний день, будем говорить так, крупные, такие как правильное образование, территориально-медицинское учреждение, центры, мы не будем делить реабилитацию или ТРТП, СОБЕС, так называемое по-старому, обеспечение. Все они имеют в своем штате людей, не только молодых, но уже и людей, которые скоро должны выйти на пенсию. Основное это касается, естественно, и медиков, и педагогических работников. Почему? Потому что у них есть льготный стаж, дающий им право выхода на пенсию раньше обычного. Сейчас я не буду говорить о том, что во сколько они уходят, медики и педагоги прекрасно об этом знают. Теперь получается, до выхода на пенсию весь учет стажа у них, у работодателя на компьютерах весь стаж имеется. В лицевых счетах у этой же организации все данные о них льготные есть. И определение права выходной пенсии они уже примерно знают сами. Поэтому у нас было заключено с организацией соглашения, где у нас идет электронное взаимодействие с ними. То есть, не приходя в пенсионный фонд, они могут со своего рабочего места отправить то есть отчет, то ли информацию об этом пенсионере, то ли в год там, или стажем, или в общем. Имеется полная информация для пенсионного фонда, чтобы человек уже, когда наступает его право, будем называть его день X, когда наступает у него право на пенсию, человек мог просто прийти с паспортом, с своим СНИЛСом, без никаких документов, и сказать, вот у меня срок наступил, пожалуйста. А весь пакет документов в электронном виде, за него должна сдавать организация. Согласитесь, мы намного упрощаем людям. Плюс то, что люди не отрывают от своей работы, теряют день до прихода сюда. Второе, то, что и мы, как бы правильно сказать, не уменьшаем свой объем работы, а заняты больше работой, чем обмен информацией с человеком непосредственно. Потому что электронно проще и удобно, и им, и нам. Все плюсы и минусов тут таковых нет, если, конечно, документы все правильные. Почему вообще ввелась и ранее, и сейчас заблагодарена работа, так как не в обиду, будем говорить так, тому времени, где трудовые книжки велись не совсем грамотно, где во многих лицевых счетах отсутствовали отчества, это очень повально сегодняшний день, где нам приходится отказывать людям назначение из-за того, что паспортные данные, то есть данные его в паспорте и в лицевых счетах разнятся. Основное это бывает отчество. Но, естественно, закон нам предусматривает, что должно быть одинаково. Их мы отправляем в суд. Получается, мы еще третий орган дополнительно берем в работу, обработка и им дополнительно работаем. И человек, естественно, теряет время свое. Вот чтобы все это уменьшить, для этого была у нас заблагодарена работа. Не только с людьми. Поэтому я делаю акцент на внимание на то, что организации. Помимо того, что заключено соглашение, у нас наши коллеги выезжают к ним, объясняют, как это делать. Проводят семинары обучения тех работников кадровых управлений, то ли, или бухгалтерию. Нам намного проще стало работать как с медицинской организацией, так и с педагогическими. Так как бухгалтерия управления образованием находится в одном месте, так это проще. Но, естественно, каждый директор школы должен знать, кто у него должен выйти в ближайшие полгода, и передать информацию нам, кто на видео.